На российские прилавки вверх должны достичь докризисных показателей. Об этом РБК заявил президент группы по продвижению турецких цитрусовых Али Кавак. Если смотреть на статистику продаж за октябрь месяц, с самого начала запрета ввоза турецкой цитрусовой продукции, то мы в этом году даже немного опережаем объемы поставок по сравнению с докризисными. Поэтому я надеюсь, что мы сможем до конца зимы, до января, до февраля восстановить весь объем турецких цитрусовых, который до эмбарго поставлялся на российский рынок. На таможне тоже каких-то ограничений не было. В полном объеме турецкая продукция цитрусовая поступает в Россию. После снятия запрета на ввоз турецких цитрусовых, эти фрукты могут подешеветь на 15-20%. Это подсчитали в Национальном плодо-овощном союзе, но правдивого удешевления до продуктового эмбарго. Турция являлась крупнейшим поставщиком апельсинов, мандаринов, лимонов, грейпфрутов в Россию. На ее долю приходилось более 30% ввозимого товара. Всего же с октября по март турецкие фермеры планируют поставить более 600 тысяч тонн цитрусовых. При этом сейчас в России дефицит апельсинов. Ну, очевидно, он будет только усугубляться с наступлением новогодних праздников. В результате цитрусовые подорожали почти на 16%. Дефицит возник из-за запрета на поставки этой продукции из Турции и Египта, ну и ранним окончанием апельсинов в ЮАР. В Россию разрешен ввоз лишь части турецких фруктов, среди которых как раз цитрусовые, персики, нектарины и сливы. К концу ноября санкции могут быть сняты и с остальной сельхозпродукции. По крайней мере, об этом сейчас заявляют турецкие бизнесмены. Ну и очевидно, что они на...